Я каратенечка. Да, хотел бы засвидетельствовать о коротко о родах, которые прошли, поблагодарить всех за молитвы. Здравейте, иском кратко... Рабо... Рабо... Иском кратко засвидетельствуем за то, как саминали... Ражбота. Ражбота, как именула. Да, действительно, было видно от начала и до самого конца, как Бог их оберегал, защищал, действовал. Действительно, я виждал, как Бог действовал и опазывал семейство Томи. В принципе, на протяжении всей беременности... Продолжение на целата беременность... Что у нас где-то с шестого месяца беременности врачиха все уговаривала на кесарева. Не потому, что были какие-то противопоказания, а просто она говорила, что ребенок большой, а Аня маленькая. Не, и за что-то имало некакви противопоказания, а за что-то бебето и голямо, а Аня и малка. Я всегда говорил, ну, посмотрите на папу, папа как бы тоже немаленький. Я всегда сказал, и поглядните, баштатся, что не много малок. Она мне говорила, что это со стороны мамы надо смотреть. И тя мне казвала, что нужно от страны на мальчата да глядим. Я говорю, но со стороны мамы, но Ани тоже немаленькие люди. Я с ей казвам, и от страны на Аня, а за что не са много малки хората. Я говорю, понимаете, в ребенке течет молдавска, казахска, корейская кровь. Разбираете ли, в детето тече молдавска, казахска, корейская кровь? Она в априори не может быть маленькой. Няма как да бъде малка. И вот в момент, когда уже пришли роды... И в момент, когда започна рожбата... Я присутствовал на родах. Я смотрел Сане все курсы, которые она проходила. И у нас была договоренность, что если что, я буду ей подсказывать, как учили правильно дышать и прочее. Но она такая молодец, что она ничего не забыла. Но тя е толкова добра, че не забравила нищо от курсовете. И было видно, как действительно Бог ее защищает, дает сил и дает правильное понимание, что ей делать, чтобы пережить это проще. И видя, как Бог наистину я упазал и показывал, как да рожда, да и бодиполезно. И меня Бог тоже оберегал, чтобы я не потерял сознание там. И Бог меня упазал все, что не изгубит сознание там. И чтобы я не было какой-то агрессии, потому что врачиха приходила периодически проверять Аню и постоянно говорила. А я говорила, вон головка большая, не опускается. А я говорила. И как бы в этот момент ожидаешь... И как бы в этот момент ожидаешь, наоборот, какой-то поддержки, наоборот, молодец, вот так. И в този момент очакваш подкрепа, нали, браво на те, продолжавай така. А она постоянно, а я говорила, а я говорила, а я говорила. А ця постоянно беше, аз с вами казвах, аз с вами казвах. И я говорю, вы знаете, за Аню молятся очень много людей во многих странах мира, так что все будет хорошо. И аз с вами казвах, нали знаете, в много държави по света за Аня в момента се молят. И она где-то на час-полтора успокоилась. И ця някога за один час и половина не остави и се успокои. Потом как-то пришла, где-то была пол-одиннадцатого, и она говорит, Вот, уже там прошло шесть часов, а головка все не до конца опустилась. И тя дойди някога к мединаи се и половина, и казвах, вече са минали шесть часов, обаче главата така не им роднула там, где-то трябва. А мы на протяжении всего этого времени молились, ну и Бог уже дал спокойствие, дал уверенности в том, что все пройдет хорошо. Ани все се молихме, и Господь не дал спокойствие, че всичко, что мине така, как-то трябва. И мы говорим, что мадам, которая там в животике, она похожа уже на своих родителей. И не казахме, че мадам, кое-то в курема, вече прилича на родителей-то си. А мы очень пунктуальны. Ани сме много пунктуальны. И вы нам сказали, что она, ну, крайний срок восемнадцатого мая. И ви не казахте, че крайний срок восемнадцатого мая. Вот она и ждет восемнадцатого мая, шекодицы. И в итоге она родилась в двенадцать двадцать восемнадцатого мая. И тебя си родила в дванайся и двайся на осемнайся май. И вот когда мы это сказали, оставшиеся два с половиной часа, Врачиха просто сидела и говорила Ани, ты герой. И устанали ты два часа и половина следа разбита, Тя лекарка-то все и казвала на Аня, браво, браво, тыси герой. У меня таких, как ты, давно не было. Такего, кто-то деб не самимала удавно. Потому что когда мы пришли, там уже, грубо говоря, половина раскрытия была. А мы с Аней танцуем, смеемся, веселимся. И ей говорят, ты хотя бы охни. Потому что у нас к этому моменту там уже пол больницы поднимают. Потому что к этому моменту половина больница начинает двигаться. А в момент, когда уже рожала, тоже Аня не кричала. Она только правильно дышала. И было видно, как Бог ей помогает в этом. И врачи такие, ты герой. Таких у нас очень давно не было, ты герой. Потому что она даже обезболивающе себе не ставила, она все делала сама. Тя даже не имала убойка, всичко сама я направила. И все, слава Богу, была благополучна девочка, родилась. И что еще было таким веселым, это мы вчера были с мамой и двоюродной Аниной сестрой. Навещали ее? Вчера бяхме со смайками и братовчетка на Аня при ней, при Ане. И они ее расспрашивали, ну как, как все прошло, как себя чувствуешь? И ты себе питали, как сичко минуло, как себя чувствуешь? Проспрашивали, как, что думает насчет будущих там родов, может быть. Как вот те мысли относно будущей тиражби? И Аня говорит, ну первый день я думала, как такое еще раз можно пережить? И первый день Аня сказала, не мысля, как могу, да го приживей, още виднаешь. А вчера она говорит, ну в принципе уже второй раз можно тоже уже задумываться. А вчера сказала, и мы вечером можем попробовать отново. Что Господь реально вот все это время вот молились, 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 и Он действительно помогал. Что Господь при целом то время, когато се молихме, Той не помогал. Что уже на финальном этапе я уже ходил на иных языках вот так молился туда-сюда. И аз вече последните моменти насам на там се расхождах, молих се на языци. Что врачи смотрели и думали, что я вообще там несу, что я вообще там говорю. И вот я думаю, слава Богу, что действительно у меня в жизни, у нас с Аня в жизни есть Бог. И слава на Бога, че в моё живот и в живота на Аня има Бог. Потому что вот можно было впустить панику, агрессию в свое, по отношению к врачам, в свое сердце. За что ты можешь да впустим и паника, и агрессия в нашу сердце по отношению на лекарите. А Бог наполняет наше сердце любовью. А Бог наполняет наше сердце с любовь. И уверенность в том, что все в его руках. И с сигурност, че всичко е в неговите ръце. Потому что в самый важный и ответственный момент, Защото в най-важния и отговорен момент, Врачи сделали все как надо. Лекарите са направили всичко как то требовало. Акушерка, которая была, Лекарката, которая была, Она улыбалась на протяжении финального этапа всего, подбадривала Аню. Тя се усмихвала по времену последний этап на ражбата и подкрепише Аня. И врачиха, которая все это время, Она тоже все делала настолько четко, Насколько это вот в принципе возможно. И лекарката направила всичко возможно, Всичко добрее направила. И когда уже Абичка родилась, Вече когато Абичка се и родила, Наша врачиха подходит к акушерке, Наша лекарка утила при акушерке И говорит, поздравляю тебя с первыми родами, которые ты принимала. И получается, вот молодая девочка, акушерка, Это у нее были первые роды. И се получава така, че младая акушерка, Тва момиче, тваса била первая ражба при ней. Но у нее была такая уверенность, плюс такая улыбка, Что в принципе она вот больше из всех людей, Она больше всего нам уверенности и поддержки давала. Че всички хоры, которые были там, Тебя наимногу подкрепа не давишь. Поэтому спасибо Богу за все это и слава за имя. Благодаря на Бога и слава на него. Субтитры сделал DimaTorzok